эфир начали мы в эфире написал на youtube традиционно за что ему большое спасибо сегодня мы продолжаем работать на мобильном интернете поэтому возможны различные нюансы поэтому приношу сразу извинения ну так уже получилось со временем поэтому будем уже как есть ну что тогда всем всем с добрым утром сегодня пятница у нас такой день экономики получается добрый день добрый день дмитрий добрый день всем кто нас смотрит и слышит да сегодня у нас такой день экономики с утра мы встречаемся с михаевым чернышевым а вечер встречаться с арславом романчуком поэтому у нас такая пятница превращается постепенно в день экономики потом мы еще кого-нибудь из экономистов подключил день разговоров про экономику но может быть потом как-нибудь мы еще устроены дебаты мы кстати зрителям вы не знаете а мы уже за вас пообещали что мы однажды устроим дебаты между вами и ярославом романчуком между анархокапиталистом и и минорхистом который правда уже близко к анархокапитализмом уже романчука подвели почти под анкад но он пока не сдается у него там есть последние бастионы но думаю что мы их не брали пост мы с ярославом вчера немного подискутировали в оффлайне кстати да вчера было какое-то мероприятие расскажите что было за мероприятие чему посвящено чтобы просто может быть не все знают что происходит параллельно не только мы общаемся онлайн еще происходят разные офлайн мероприятия посвященные свободной экономики вот например вчера какое было мероприятие вчера было мероприятие собрание такое неформальное нескольких общественных организаций которые в той или иной мере исповедует идеологию свободной экономики большинство названия этих организаций прямо содержит данный термин некоторые подразумевают ну фактически это такое собрание ну я я бы его квалифицировал как новых политиков оппозиционных условно говоря нынешней власти которые хотели бы прийти парламент в политику и сделать все правильно я бы так сказал основной лозунг конечно экономическая свобода свободу экономической деятельности свобода людей в том числе политическая но вот мы как раз немножко подискутировали в том числе с ярославом что под этим кто понимает под свободой экономической деятельности насколько необходимо насколько следует людей освободить смысле их экономической деятельности стоит ли их освобождать полностью или все-таки немножко нужно их наказывать одержать вы здесь, чтобы они не были совсем свободными. Вокруг этого мы дискутировали. Это такое первое собрание подобных организаций было. Это больше можно сказать, что просто все познакомились, посмотрели друг на друга и предполагается, что дальше будут или будем встречаться и обсуждать, что же такое свобода экономики, человека и стоит ли их освобождать, нас освобождать вообще. Или освобождать тех, кто и не хочет освобождаться. Второй вопрос, хотят ли они освобождаться или нет. Кстати, вот было показательно, мы же с вами знаем и все, кто знаком с австрийской экономической школой с работами МИЗОСа, что каждый человек индивидуален, каждый стремится сделать, условно говоря, себя счастливее, то есть избавиться от каких-то своих беспокоить, каждый понимает это по-своему. И вчера вот это как раз проявилось, то есть было там, ну, скажем так, несколько десятков человек, все говорили об экономической свободе, но как вот я критическим взглядом посмотрел, как ученый, то каждый понимал фактически под свободой, под экономической свободой что-то свое. и тем не менее, люди хотят нести это в массы, рассказывать об этих идеях людям, но мне не совсем понятно, о чем, собственно, рассказывать, потому что каждый понимает это по-своему. Ну, собственно, вот, то есть каждый это понимал по-своему, было только два человека, которые понимали это одинаково друг с другом, то я и Владимир Поперешнюк. Ну да. Ну, то есть идеи, намерения хорошие, ну, как всегда, ну, с моей точки зрения, нужно людей обучать, рассказывать, то есть они хотят, чтобы все жили хорошо, нужно все-таки прийти к единому мнению, что такое хорошо, и на мой взгляд, что такое хорошо, объясняет только экономическая теория исторической экономической школы, и в частности, наука человеческой деятельности. Ну, вот, кстати, я сегодня думал начать разговор о том, чтобы попасться, разобраться, что же такое свобода на самом деле, потому что понятие свободы достаточно разное, и мы недавно с Владимиром Золотаревым обсуждали свободу, и Владимир считает, ну, я поддерживаю это, что, например, у Робинзона Круза нельзя сказать, свободен он или нет, потому что свобода начинается там, где начинаются взаимоотношения между людьми. Как только Робинзон Круза один на необитаемом острове, мы не можем говорить о том, свободен он или не свободен, потому что нет предмета для разговора, нет предмета для сравнения. Как только на острове появляется Пятница, тогда мы уже можем говорить, кто из двух этих людей свободен. То есть если они, ну, там, в нашем варианте, положительном, когда они добровольно обмениваются тем, что у них есть, они оба свободны, да? Если один начинает эксплуатировать другого, отбирать у него ракушки или бананы, то значит, один уже точно не свободен. А если появится, например, вождь племени, в Пятницу он приедет, и Пятница будет угнетать Робинзона Круза, а вождь племени отбирать у Пятницы часть вещей, которые он отобрал у Робинзона Круза, тут появляется вообще система государства. И поэтому, ну, фактически, и тогда мы уже точно видим, кто свободен, кто не свободен. И в какой степени кто свободен. И поэтому, наверное, от вашей точки зрения, что свобода и кого можно считать свободным человеком. Ну, вы все правильно сказали. Тут можно просто конкретизировать в каком смысле, что люди часто понимают под свободой вседозволенность. То есть, что хочет человек, то и делает, и тогда он свободный. И в этом, естественно, видит опасность. Ну, я бы, чтобы не было путаниц, я бы предложил разделять на свободу от природы, то есть, от внешнего мира, от физического мира, от его препятствий, ограничений, и свободу, вот то, о чем вы говорите, при взаимоотношении людей между друг с другом. Здесь необходимо понимать, что человек, если мы говорим о его взаимоотношениях с природой, с окружающим, физическим миром, то здесь он всегда не свободен. То есть, у него есть физическое тело, физические потребности, а физический мир налагает на это определенные ограничения, ну, то есть, сила тяжести, сила ураганного ветра, там, солнце, которое может испепелить пустыню, там, просто нет еды, допустим, и ты голодный. То есть, в этом смысле, человек от природы всегда зависим, и говорить о его свободе или несвободе от природы, ну, это просто бессмысленно. Тут нужно понимать, что есть физические ограничения, и они будут таковыми всегда, и, собственно, нет тут предмета для обсуждения. Да, человек, благодаря своим технологическим каким-то достижениям, все больше и больше способен защищаться от природы, но никогда не будет такого, когда он абсолютно от нее не зависит. Это то, что касается взаимоотношения с физическим миром. И вторая часть, вот то, о чем вы только что говорили, это при взаимоотношении людей друг с другом. И да, если человек один, он на необитаемом острове, там больше нет людей, в этом смысле он свободен. Да, он может умереть от голода, могут съесть дикие звери, он может заболеть и умереть, но это его взаимоотношения с физическим миром, с окружающей природой. А что касается свободы его как личности, он абсолютно свободен, то есть его никто из других людей не ограничивает. Но, естественно, никто из нас, слава Богу, я так понимаю, не оказывался в положении Робинзона, все мы живем в обществе, и здесь, собственно, стоит обсуждать только, что такое свобода, когда человек находится в обществе. Но и здесь все равно мы сталкиваемся с природой, потому что, почему вообще возникает вопрос о свободе, на самом деле это вопрос о распределении имеющихся редких ресурсов, то есть еда, вода, одежда, транспорт, все что угодно. Нет такой ситуации на Земле у нас, у человечества, что любому человеку доступно все, что он хочет. Щелкнул пальцем, как хатабыч, или дернул волосок, трах тебе дух, и вот у тебя уже все есть, причем у любого человека. То есть такого тоже никогда не будет, это накладывает такие ограничения, та же самая природа. И поэтому, собственно, все конфликты среди людей, они связаны вот с необходимостью распределить между собой каким-то образом вот эти редкие ресурсы, которые человеку необходимы. И, условно говоря, если одному человеку один человек присвоил каким-то образом, присвоил бы все эти ресурсы, а другим не позволял этим пользоваться, вот тогда мы считали, что те люди не свободны, то есть они зависят, соблаговолит этот человек, который обладает всеми ресурсами и поделиться, не позволит им или что-то от этого потребует, и, собственно, тогда возникает понятие несвободы других людей. Так вот, единственное, ну, на мой взгляд, я, по-моему, об этом даже писал, что можно поднимать под свободой в этом смысле, это равноправие, правильно сказать, равноправие при распределении ресурсов. И равноправие здесь может подразумеваться только в одном смысле, это когда человек может пользоваться только теми ресурсами, которые он сам создает или которыми он владеет как частной собственностью. То есть, условно говоря, если вы живете в доме, это ваша частная собственность, если это принято в обществе за нормальную ситуацию, что вы распоряжаетесь, кто может входить в этот дом, кто не может, чем крышу покрыть или какие деревья в саду высадить, если вы этим распоряжаетесь, вы в этом смысле свободны. но когда мы говорим о равноправии, то это подразумевает, что и ваш сосед тоже самое имеет возможность и право делать со своей частной собственной, со своей землей, со своим домом, со своим садом. И если в обществе установлены такие традиции, правила, право, если говорить в общих чертах, то в таком обществе люди свободны. Да, у человека нет права или возможности распоряжаться чужой собственностью, но мы не можем этого позволить, потому что это как раз приведет только к конфликтам. Вообще задача или цель, или задача, или смысл частной собственности это как раз избежать конфликтов. Если все ресурсы редкие и люди каждый хочет их получить и возникают конфликты, то нужны какие-то правила, чтобы этих конфликтов избежать. То есть правила с одной стороны, чтобы было понятно, кому какими ресурсами позволительно пользоваться, и второе, если кто-то нарушает эти правила, каким образом этот конфликт разрешается. Но все это все равно возвращается вокруг частной собственности. В этом смысле всегда и наблюдается это и в нашей жизни. То есть вот если пример с вашим частным домом, не возникает же конфликта, все понимают, что нельзя зайти на вашу территорию, зайти в ваши ворота, ваш дом, если вы не пригласили или не разрешили. Но когда мы говорим о общественной собственности, то есть ничейной собственности, та же дорога к дачному поселку или к селу или между городами, что с этой дорогой происходит? Все считают с одной стороны ее частной собственностью своей, а с другой стороны никак не могут реально воспользоваться этой собственностью. Поэтому это приводит к тому, что это собственность разрушается, возникают какие-то свалки, отходы мусора там, где их не должно быть. Почему? Потому что это ничье. Почему-то не возникает несанкционированных свалок мусора на территории вашего дома, на вашем участке. Почему? Потому что есть частный собственник. Итак, я немного опять увлекся в стиле лекции, но подводя итог, что можно считать свободой? Свободой я бы предложил свободными людьми или свободным обществом я бы предложил считать общество, в котором существует такое простое правило, что человек имеет возможность со своей собственностью делать все, что угодно, абсолютно. частным. Любые ресурсы кому-то принадлежат являться частной собственностью, и любой человек может со своей частной собственностью, даже не так, я бы по-другому сформулировал, в таком обществе преступлением не является преступлением любое распоряжение своей частной собственностью, и в то же время является преступлением попытки и распоряжаться чужой частной собственностью. То есть если у нас есть такое общество, которое придерживается таких правил или такого права, то в этом смысле все люди в этом обществе можно считать свободными. И если же это правило или право каким-то образом нарушается, то человек, по отношению которого такое нарушение совершается, то есть по отношению к его частной собственности, уже можно считать отчасти несвободным. Ну иными словами, если мы берем нашу ситуацию, если вы заработали какие-то деньги, компания или вы лично, и вы ими распоряжаетесь, вы в этом смысле свободны. Но если приходит чиновник или устанавливает правила, которые говорят, нет, ты должен отдать 18 плюс 1,5%, а всем остальным можешь пользоваться пока, или если ты предприятие должен перечислить, отдать какую-то часть своей прибыли, то таких людей нельзя свободным, по отношению к которым таким образом кто-то себя ведет. Ну и я слышал ваш эфир с Золотаревым, в этом смысле я абсолютно согласен, что нельзя разделять на свободу политическую или социальную, да, и свободу экономическую, потому что все все равно сводится к распределению редких ресурсов. То есть мы всегда говорим об экономической свободе, ну о той же заработной плате или прибыли предприятия, да, то есть это же экономические термины. Если вы не имеете возможности распоряжаться всем, чем вы заработали, то даже если вам говорят, что вы свободный человек и вы живете в свободной стране, и ваше почетное право отдать половину своего заработка, то иначе по отношению к вам будут применены репрессии, то какой же вы свободный человек. Поэтому да, то есть еще раз, второй раз уже подводя итог, нельзя разделять, соглашусь с Золотаревым, на свободу политическую или там социальную, экономическую, все это связано с экономической свободой. И когда мы говорим о свободе, это мы всегда говорим о взаимоотношениях или правилах взаимоотношения между людьми в обществе, даже если это общество состоит из двух человек, как вы сказали, там, Робинзон и Пятницы. Если же человек один и вокруг нет людей, он по определению свободен. Так, если в двух словах. Ну да, или не свободен. Ну, все зависит от того, это как код Шридингера, он либо жив, либо мертв, либо он существует, потому что мы все равно не можем его наблюдать, мы не знаем, что там происходит. Ну, это мы уже в софистику уходим, но мы понимаем, да, о чем мы говорим. Да. Но, тем не менее, государство существует, и оно создает массу проблем, проблем, но многие сторонники государства, ну, будем говорить честно, сторонник людей, которые считают, что государство необходимо, все-таки абсолютное большинство, оно приближается практически к 100%, потому что нас таких достаточно мало. Не знаю, к сожалению, ну, наверное, так сожалеет, да, потому что люди не осознают своей свободы. Ну, и вот одна из таких вещей, и государство старается все время правительство регулировать все, и мы видим, как на наших глазах, во время войны, вместо того, чтобы освобождать людей, давать им больше свободы, мы идем целенаправленно к тому, что все больше и больше там закручиваются гайки. Верховная Рада продолжает работать, принимает законы, мы знаем, что приняли же закон о почте, который направлен, и даже знаем, против кого в основном. Теперь воспринимается закон о медиа, который фактически монополизирует государство в медиапространстве, и вот этот вот путь к военному коммунизму, он, честно говоря, скажем так, расстраиваемый. Хотя мы понимаем, что так и должно быть теоретически, потому что государство всегда расширяется, а война – лучший способ для расширения государства, но тем не менее это происходит. Плюс ко всему мы видим, когда государство сначала что-то запрещает, а потом чуть-чуть отпускает, и все люди так радуются, радуются, хотя на самом деле никаких улучшений-то не происходит. Ну, например, последняя история с генераторами, с аккумуляторами, которым сначала сказали, что все, мы со всех берем акцизы и налоги, ну, что это вы тут разбаловались, вы завозите сюда всякое… хотите сами согреться электричеством, чтобы у вас было, ага. А потом сказали, ладно, вот дешевые аккумуляторы, так и быть. Давайте, завозите без акцизов, зато дорогие и большие, которые нужны для крупных торговых центров, например, все равно нужно платить налоги. И таким образом государство фактически поддерживает монополию. И мы приходим так плавно к вопросу монополии. Ну, мы уже, по-моему, в прошлый раз обсуждали, и обсуждаем постоянно. Но приходится обсуждать, потому что почему-то, я даже видел в комментариях под вашими постами, приходят люди, которые обязательно расскажут, что если не будет государства, то обязательно будет монополия. То есть какая-нибудь крупная фирма все захватит, и, в общем, при свободном рынке все погибнут, потому что крупная корпорация будет монополистом, и все будут ей должны. А дальше идут классический марксовский набор тезисов о том, что любой стремится к монополии, все хотят заработать как можно больше, и от этого всем вред и беда, и только государство может нас спасти. И тут, наверное, нужно еще раз пояснить, что у нас свободно в рынке, а монополия невозможна, и именно государство, собственно, и создает монополии. Правильно мы рассуждаем? В целом правильно, да. Да, вопрос с монополиями, он такой постоянно возникающий. То есть фактически я сейчас смотрю, что в оправдании о всевласти политиков и чиновников есть два таких оправдания, как правило, сразу всплывает. Это необходимость борьбы с монополистами, то есть недопущение монополий, и, а как же пенсионеры, да? Вот раньше еще были, кто же будет строить дороги, но, видимо, благодаря том числе работе нашего института, как-то по поводу дорог уже меньше поднимает вопрос, видимо, там уже как-то какие-то мысли возникают по поводу этого. А вот пенсионеры и монополии, это да, это сразу первое, как они считают, контрвозражение против экономической теории. Ну, если говорить о монополиях, что здесь можно сказать? Во-первых, ну тут, кстати, очень много аспектов, которые можно затронуть. Ну, первое, о котором часто, вернее, мало когда говорят, часто забывают, это на самом деле нет никакого практического определения, что такое монополия. Ну, начнем с того, что в тех двух законах, пресловутых, с которых началось вообще антимонопольное регулирование в США, то есть там даже нет определения, что такое монополия или что такое захват рынка. То есть есть фразы, которые говорят, что вот с таким-то и таким явлением нужно бороться, и для этого как бы предназначены законы. Но что это такое, не объяснено. То есть фактически все отдается на откуп тем, кто будет этой борьбой заниматься, то есть политиками и чиновниками. О чем я говорю, по сути? Давайте посмотрим, что такое монополия. Ну, прежде всего, если мы говорим уже к софистике, обращаемся к этому монополию, это когда кто-то один, одна компания на рынке присутствует. Ну, как любят говорить, захватила рынок и так далее. Ну, давайте посмотрим, а что такое одна компания. Ну, во-первых, такой ситуации никогда не было реально. То есть всегда есть несколько компаний. Почему? Потому что невозможно на самом деле определить, а что такое рынок. То есть вот как вычленить этот элемент или часть рынка, на котором обнаружить одно только предприятие. Ну, например, берем торговые какие-то предприятия, киоски, допустим, торговые, там, мафы. Вот маф, который стоит во дворе многоэтажных домов. Он монополист или он не монополист? Ну, если мы определим, что кто находится в этом дворе, то он как бы монополист, да, с ним нужно бороться, получается. Или если мы возьмем, что в этом микрорайончике, в этом дворе, вокруг которого расположены жилые дома, высотки, находятся несколько мафов, да, киосков, то можно же выделить, что вот возле этого подъезда только находится один киоск, то есть один магазинчик. Получается, он монополист, с ним нужно бороться. То есть мы доходим, по сути, до абсурда. Я уже не говорю о таких сложных вещах, когда, допустим, монополист, ну, условно даже в какой-то отрасли, вот монополия на железной дороге, да, но у нас же, смотря что определяет, опять же, рынком. Если мы определяем рынком, это транспортные услуги, то у нас еще есть авиация, есть автомобильный транспорт, есть там, там, живой транспорт, условно говоря, да, пешие, посыльные, вот, которые ходят там, ракета, болт там и прочее. То есть даже все равно, когда у нас есть какой-то монополист в каком-то секторе, частный, допустим, то у него есть всегда конкуренты в каких-то смежных отраслях, которые, по сути, ту же самую услугу просто другим образом предоставляют. И вот я уже такое назвал, конечно, железную дорогу, и все скажут, ну, у нас же вот государство, монополист на железной дороге. Ну, здесь тоже необходимо понимать, что, если сравнивать, допустим, представьте, что у нас есть частный монополист, это железная дорога, частный монополист авиация, частный монополист автомобильной перевозки, частный монополист в водном транспорте перевозки, то они между собой все равно хотя бы косвенно конкурируют, да. А теперь представьте, что все это государственное, ну, чтобы якобы не было монополистов. Но мы получаем настоящего монополиста, который монополизировал вообще все транспортные перевозки. Естественно, возникают проблемы, но люди почему-то об этом не задумываются. Ну, это такие технические моменты, на которые я хотел обратить внимание. Теперь давайте углубимся в саму теорию. Если мы говорим о опасности возникновения, ну, во-первых, я бы определил так, что монополия – это не просто, когда один какой-то предприниматель или человек занимается каким-то бизнесом. Монополия – это все-таки ситуация, когда кто-то, а кроме государства, это сделать некому запрещает всем другим, кроме одного предприятия, заниматься каким-то бизнесом, да, или там заниматься бизнесом в какой-то целой отрасли. То есть когда всем другим просто запрещено там физически под страхом наказания заниматься этим бизнесом. Вот это настоящая монопольная ситуация. Почему? Потому что если у нас какое-то такое монопольное право предоставляется политической властью какой-то компании, то он действительно монополист, потому что никто больше конкурировать с ним не может. И это может такую ситуацию создавать и постоянно создаёт только государство. Давайте посмотрим, что будет, если не будет государство, ну, не будем пока пугать людей, скажем, государство не будет заниматься таким регулированием, там, запрещая кому-то заниматься каким-то видом деятельности, каким-то бизнесом. Что у нас может произойти? Ну, во-первых, если у нас есть какая-то компания, которая занимается каким-то бизнесом, у неё там большие прибыли, то любой человек может заняться этим же бизнесом. Ну, словно говоря, вот я повторюсь уже где-то говорил, если у нас есть какое-то кафе в каком-то небольшом городке, оно одно, и отлично зарабатывает, большие прибыли. То есть если никто не мешает, не вмешивается в эту экономическую деятельность, то, естественно, огромное количество желающих найдётся открыть в этом же городке тоже кафе. И вот уже нет монополистов. То есть единственное, кто может сохранить эту монополию, это государство, то есть чиновники на местах, которые или буквально запретят открывать, потому что нужно же получить разрешение, то есть в этом весь мыс государственное регулирование, просто не дадут разрешение или выставят такой счёт на, там, формально или неформально нужно заплатить какие-то деньги за разрешение или за лицензию, или какой-то взнос там благотворительно огромный, чтобы начать этот бизнес. Человек может просто не потянуть или посчитать это нерентабельным, и никто другой, то есть кроме вот этого монополиста, по-прежнему не будет заниматься этим бизнесом. Вот мы получали монополию. Следующий момент, говорят, ну хорошо, вот какая-то компания начнёт захватывать рынок. Но что значит захватывать рынок? Оно звучит, конечно, страшно, это как крышисты захватывают Украину, да, или пытаются закрыть. То есть это именно так звучит. А на практике что это значит? Если не вмешиваться государство, ничего не регулирует, то захватывать рынок, компания любая коммерческая, может одним способом, это предоставляет товары и услуги дешевле и качественнее, то есть даже нет необходимости определять, что такое, сколько это дёшево и что такое качество, да, то есть если люди начинают покупать в основном у этой компании, значит вот это дешевле и качественнее в их понимании. А хорошо это или плохо? Ну конечно хорошо, если какая-то компания предлагает что-то настолько дешёвое и качественное, что другие никто не может, другие, ну и её конкуренты не могут этого предоставить, ну это же хорошо, то есть мы имеем компанию, которая обслуживает потребителей наилучшим образом. Если в этом смысле она станет единственной компанией, которая предоставляет услуги, то есть при том условии, что никто другой, как бы они ни пытались, такого качества обслуживания достичь не могут, но это хорошо, то есть у нас есть компания, которая наилучшим образом обслуживает потребителей. Да, она одна, но а в чём, что в этом плохого? Как только кто-то сможет или эта компания ухочет качество услуг или там повысит цену, то есть сделает условия для потребителей хуже, чем это могут уже сделать тот и другой, то на свободном рынке сразу же появится вот этот другой или эти другие, которые начнут теперь уже о ней предлагать дешевле и качественнее и соответственно они уже начнут, выражаясь этим термином, захватывать рынок. То есть теперь уже потребители будут покупать не у того прежнего манебулиста, а у других компаний или у другой компании. Что в этом плохого? Ничего в этом плохого нет. Ещё такой интересный момент, часто говорят, ну вот, то есть когда спрашивают, а каким образом захватывать рынок? Когда объясняешь таким образом, как я сейчас объясняю, говорят, да, хорошо, но они же могут не предоставлять услуги качественные, дешевле, а просто скупать конкурентов и в результате стать одной компанией и, собственно, таким образом получить монопольное положение. Но это тоже такая, ну, это миф, это ошибочное мнение. Почему? Потому что что значит скупать другие компании? Ну, хорошо, вот опять же, пример, вчера, по-моему, об этом говорил, кто-то решил скупить все кафе в Киеве, да, чтобы стать монополистом. Ну, с удовольствием, ну, во-первых, люди открывали свои бизнесы, свои кафе, они ими дорожат, они, то есть, за бесценок его не отдадут, они выставят там приличный прайс на них. То есть, ему нужно будет тратить огромные ресурсы, скупать эти кафе. Но человек, который продал кафе вот этому предпринимателю, который решил стать монополистом, он потом за эти же деньги, причем только за часть, за меньшую из них, откроет, ну, рядом свое кафе новое. То есть, этому монополисту, потенциальному, снова нужно покупать это второе кафе, а человек откроет третье, и так все поступают. То есть, невозможно просто скупить без вмешательства государства, опять же, если у нас только рыночные отношения, невозможно скупить рынок. То есть, это ты потратишь только все свои ресурсы, и ничего из этого не будет. Такие примеры были, это же вот с нефтеперерабатывающими заводами в США в 19 веке. То есть, пытались таким образом скупать, но человек продал свой небольшой этот заводик, и тут же, там, через квартал начал за эти же деньги строить новые. То есть, у него покупают опять этот завод, он строит новый, и так поступали все. То есть, это очень быстро прекратилось. Представьте себе, вот, ну, себя на месте. Вот вы идете, там, какая-то женщина, там, пенсионерка продает пирожки, условно говоря, да, и вы говорите, вот хороший бизнес, нужно скупить все эти места, всех этих бабушек пирожками, и самому продавать. Ну, вы купите у нее это место, она напечет пирожки и станет рядом потом с этим местом, и что вы будете делать? То есть, невозможно такое понятие, как не захватить рынок в плохом смысле, да, то есть, или скупить всех конкурентов. То есть, на реальном рынке, на свободном рынке просто невозможно, никому это не под силу. То есть, поэтому еще раз возвращаемся к тому тезису, что создать монополию, монопольное положение какой-то компании может только государство, ограничив вот эту деятельность, то есть, оно может, например, что может сделать государство? Если ты продал свой, свое кафе или там нефтеперерабатывающий заводик или там свою АЗС, кому-то, да, оно может спокойно сказать, все, значит, ты пять лет следующих не можешь заниматься этим бизнесом. Вот это государство может сделать. И да, таким образом, тогда тот, кто будет скупать, он действительно может скупить и стать монополистом. Не только при поддержке государства. Вот то, что у меня так в голове сейчас плыло по поводу монополии, что можно сказать. Может быть, есть какие-то еще вопросы по поводу этого? Да, и мы увидели, у нас в стране нельзя построить нефтеперерабатывающий завод без разрешения государства. Существует масса препонов, и мы видим, чем это закончилось. На самом деле, потому что на сегодняшний день у нас нет ни одного работающего НПЗ. И дело даже не в том, что русские, в смысле, в том числе и русские разбили единственные работающие, но нужно помнить, что у нас в стране было, если посмотреть на нефтеперерабатывающую промышленность в Украине, то мы увидим, что часть заводов была выкуплена россиянами, они их разорили и закрыли для того, чтобы не допустить конкуренции, а часть осталась у группы приватов у одного владельца. Таким образом, мы получили монополию, фактически, внутреннюю, дефицит бензина, и первая же ракетная атака привела к тому, что несколько месяцев пришлось полностью перестраивать логистику, чтобы завозить бензин. И тут мы видим обратный процесс, когда бензин стали завозить массово и в течение нескольких месяцев. А если бы государство не мешало, то эта проблема решена была бы вообще в течение нескольких недель, если бы разрешили и не забирали бы на таможне баки с бензином, которые просто везли из Польши на машинах. Тогда вообще проблем бы этой не было, мы бы ее не заметили. Но, тем не менее, разрешив завоз бензина практически всем, удалось компенсировать вот эти проблемы, которые возникли из-за того, что был разрушен единственный нефтеперерабатывающий завод и крупные базы, которые тоже принадлежали государству или рядом с ним. И тут, вот как мы видим, что война, она же скрывает вообще все вещи, которые мы говорим теоретически, мы можем сразу же показывать практически, что происходит на наших глазах, и, по-моему, это совершенно очевидный пример. И по поводу монополии, можно сказать, что если война скрывает политическую, философскую часть свободного рынка, то есть совершенно практическая часть рынка, это рынок криптовалют. Если вы хотите узнать, как действует свободный рынок, просто наблюдайте за рынком криптовалют, который никому не дается регулировать. Да, там есть провалы, есть слияние, есть люди теряют деньги, люди поднимают деньги. И вот это вот, если вы интересны, как работает свободный рынок, просто следите за рынком криптовалют, потому что здесь именно свободный, ни одна страна пока не смогла этот рынок регулировать, потому что он вне понимания чиновников и вне понимания государства, хотя желание есть. Кстати, и последнее крупное событие на крипторынке, когда одна из компаний разорилась, причем в течение двух дней, а вторая ее выкупила для того, чтобы ее спасти. То есть человеку было 18 миллиардов долларов, стало 800 миллионов всего лишь, ну и вся эта крупная биржа накрылась, она упала, но там интересная история, что владелец той биржи, которая разорилась, он выступал за регуляцию рынка, а человек, который его скупил, он был против и фактически он лишил своего конкурента возможности каким-то образом влиять, участвовать, поддерживать кандидатов в президенты, пытаться лоббировать регуляцию этого рынка. В общем, свободный рынок победил в борьбе с государством. Ну то есть вот криптовалюты следите, смотрите, что там происходит, там много всего интересного, даже если вы не участвуете в этом всем процессе, просто интересно наблюдать. Но мы возвращаемся к тому, что... Единственное, что наблюдать все-таки, ну если мы уже советуем, то нужно именно за самими криптовалютами, потому что здесь же есть такое узкое место, пока во всяком случае, это связь криптовалют, крипторынка с фиатной системой финансовой. То есть пока такая связь необходима, и вот на этом как раз участке, когда мы говорим о биржах, где происходит этот обмен и связь, то здесь государство имеет возможность это регулировать, и тут оно, конечно, вмешивается, тут нельзя сказать, что там рыночные отношения абсолютно полные. Но если мы говорим о самом крипторынке, о криптовалютах, то есть о том, как они себя ведут, как ведут стоимость этих денег, то я такой яркий пример реального свободного рынка. И еще хотел сказать по поводу, вы сказали, россияне выкупили часть нефтеперерабатывающей отрасли, разорили ее, а потом сейчас оставшуюся уничтожили. Тут тоже интересный пример. Вот одно из обоснований со стороны апологетов государственного регулирования это как раз недопущение такой ситуации, чтобы какой-то потенциальный противник или существующий противник с помощью рыночных отношений выкупил какие-то ресурсы и там их как-то уничтожил и ослабил общество в конкретной стране. Но тем не менее именно это произошло, то есть государство этому никак не помешало, то есть все спокойно выкупили, спокойно разорили и решили, то есть ослабили в этом смысле энергетическую систему страны. А что было бы, если бы не было этого регулирования? На здоровье они таким же образом могли покупать все эти нефтеперерабатывающие заводы, но тут же открывались бы новые, потому что раз они выкупили, их закрывают, то есть их производство падает, то это же только возможности для всех остальных на этом заработать, то есть появлялись бы новые заводы и была бы как раз та ситуация, сколько бы они не выкупали, общее количество нефтеперерабатывающих заводов и вообще любых предприятий в этой отрасли росло бы быстрее, чем они бы их выкупали, то есть мы бы только эта ситуация нас усиливала и это была бы распределенная система, не один там огромный нефтеперерабатывающий завод, а много средних, маленьких, то есть во-первых они бы не смогли выкупить всю эту систему, а во-вторых даже во время войны потом невозможно это уничтожить, ну одной-двумя ракетами один завод уничтожил и все, страна встала, а если их там тысячи, десятки тысяч, непонятно где они находятся, но один-два там разбили, даже сто разбили, это бы никак существенным образом не повлияло на энергетическую безопасность, хотя не люблю это слово, страны, а то, что пострадало, было бы быстро восстановлено, вот это тоже такой очень яркий пример с энергосистемой, когда она государственная, ну или владеет ей олигарх, что собственно это то же самое, что государственная система, монополист, разрушили там какие-то энергетические у них узлы, ну во-первых никто не знает, что разрушили, разрушили ли действительно, или они просто на нас экономят, деньги поступают, затрат у них нет на этом смысле, ну не важно, но теперь они делают верное отключение, вот мы сейчас не можем нормальный эфир провести, ну сложно во всяком случае, а если бы это была частная система, то есть вы себе можете представить, когда много таких энергогенерирующих предприятий, огромное количество и какой-то из них там уничтожено ракетами или там повреждено, предприниматель первый, кто заинтересован быстро это, максимально быстро восстановить, почему-то, потому что если он этого не сделает, его клиенты уйдут к соседними энергогенерирующим станциям, все, это будет быстро восстановить, то есть у него даже в голову не придет объявить какие-то веерные отключения на период до конца войны, то есть это для него невыгодно, более того, если он действительно с этим все-таки не справится, быстро восстановить, то так и да, другие, то есть его конкуренты сделают это быстренько за него, то есть в этом смысле потребитель не пострадает. То есть вот опять снова о монополии и о государственном регулировании. Ну опять же, если говорить об электричестве, то судя по всему мы наблюдаем замечательную историю торговли бедностью, когда есть монополист и у него он не обновлял свои трансформаторы и всю передающую систему в течение 30 лет, выводил деньги за рубеж, потому что ему не надо было особо напрягаться, он получил фактически на шару уже готовую систему и просто ее даю. А теперь, когда часть разрушена, можно обратиться ко всему земному шару и требовать, чтобы ему поставили новое оборудование бесплатно, с которого он дальше будет совершенно замечательно получать свою крик. Это, кстати, отличное замечание или дополнение. Смотрите, о чем я еще забыл сказать, о чем хотел сказать, но не сказал, когда мы о монополиях говорили, что настолько много мифов про монополию, потому что давайте смотреть реально, нет ничего плохого, даже если монополист создан искусственно, государством, потому что в чем вообще считается с научной точки зрения, с точки зрения монстрейных экономистов, вред монополии, в том, что если какая-то компания является монополистом, значит, она имеет возможность искусственно, сознательно снизить объем производства и за счет этого поднять цены, то есть у него получится, что высокая выручка и заниженные расходы или издержки, получает за счет этого как бы сверхприбыль. Но на самом деле трудно даже себе представить, но во всяком случае я не встречал такого монополиста, который может это сделать. Почему? Потому что всегда цена зависит от спроса и предложения. То есть если он будет завышать цены, чем готов, тем выше тех цен, по которым готов покупать рынок, даже если это монопольный товар, то просто у него продажи упадут. То есть нельзя сказать, что у него выручка вырастет. Поэтому даже монополист, созданный искусственно, в таком классическом смысле он не может навредить. Единственное, в чем я вижу вред такого искусственного монополиста, что просто предоставляется какому-то одному человеку или одной компании, одному предпринимателю собирать всю возможную прибыль с этого рынка. То есть есть возможно в каком-то сегменте рынка на какой-то товар определенная цена, которая дает, то есть если учесть какой она дает объем продаж, дает какую-то прибыль. И вот получается, что эту всю прибыль с этого рынка собирает один человек или одна компания. То есть потребители в этом смысле не страдают, они покупают по той цене, по которой согласны покупать, и столько, сколько согласны покупать. Единственное, кто страдает, все остальные потенциальные предприниматели, то есть если бы всем имели возможность работать в этом бизнесе, то это бы прибыль, условно говоря, сверхприбыль этого олигарха распределялась бы, все эти деньги в качестве частей прибыли огромного количества других предпринимателей, которые соответственно в этом смысле стали бы богаче, повысился их уровень жизни, их семей, их сотрудников и так далее. То есть вот так я вижу вред монополии. И второй вред монополии, о котором вы собственно сказали сейчас, что такой искусственный монополист, он вот даже это наверное самый большой его вред, который наносит он всей экономике, что он не заинтересован модернизировать, совершенствовать свои ресурсы, то есть средства производства, потому что он один, с ним никто не конкурирует, ему не нужно становиться лучше, то есть он по каким ценам продавал, по такими продает, просто большой объем продаж, потому что под ним находится весь рынок. Но модернизировать свои средства производства, ему нет никакой необходимости, вот о чем вы сейчас сказали, они вот как в счет Советского Союза остались, там большая часть очевидно этих подстанций, генераторов и прочего использовалась. И еще один вред, который из-за этого следует, раз он не модернизирует свои ресурсы, получается, что он не создает новых продуктов, у него нет конкуренции и не появляются более совершенные, более качественные, более дешевые продукты в этом сегменте рынка, потому что только конкуренция может заставить предпринимателей заниматься в этом смысле своим развитием. То есть получается, если подводя итог, искусственная конкуренция, вернее, искусственная монополия, она что делает? Она просто замораживает статус-кво, то есть вот какой продукт выпускался, по каким ценам и в каком количестве, вот она заморозилась и все. и это мы, кстати, наблюдали в Советском Союзе, когда еще на этих гемидовских заводах еще 19 века станки использовались и до сих пор, наверное, где-то стоят в России и работают. То есть вот это к чему приводит монополия. То есть вред не в том, что даже потребителям становится хуже, а в том, что просто их благосостояние в этом смысле перестает расти, то есть они перестают получать более качественные, более современные продукты в этой секторе экономики, скажем так. Ну, меня просто надохнуло вот это ваше замечание, что они там ничего не модернизировали. То есть вот это, да, явные последствия монополизации искусственной данного рынка. И такие последствия мы видим же не только в США. И в США, там, где государственная почтовая служба, там нет новой почты, там есть конкуренты, но при этом государственная почтовая служба, она как была сто лет назад, так и работает. В Англии там поставки электроэнергии монополизированные, они как были, так и остаются. На самом деле это во всех странах, так везде, где есть монополизированная или государственная часть, оно все превращается. Вот и наши соотечественники, которые поехали за границу, они же сталкиваются с тем, что многие вещи у нас лучше, только потому, что в какие-то области у нас есть конкуренция, а за границей нет, они уже эти какие-то виды услуг, они просто монополизированы, четко регламентированы и уже упоминали в других эфирах, например, проблемы с тем же газом и ценами на газ, ценами за электроэнергию в Европе связаны с тем, что она зарегулирована, эта отрасль, и цены привязаны с посложным формулам цене на газ, и как только растет цена на газ, то растет цена на все остальное. Поэтому только наша, она как бы везде в мире, где существует монополия или жесткое государственное регулирование. Я бы сказал, даже везде, к этому уже привыкли. Я бы сказал, везде, где существует человек, потому что я бы, например, не не критикую монополистов. То есть люди хотели, чтобы эта отрасль регулировалась государством. Вот оно начало регулировать, возник монополист. Любой человек, то есть если у него появилась такая возможность, предприниматель, он оказался огражденный от конкуренции, то он только будет рад. То есть как его критиковать? Любой человек так поступит. Даже если в качестве примера привести вообще любого человека, наемного сотрудника, наемного работника. Вот представьте, человек, у него два разных внешних условий или разных ситуаций. Одна из ситуаций, когда да, он работает, но его постоянно оценивают, как он работает, какой вклад приносит. То есть его могут или повысить, или зарплату повысить, или уволить. То есть в этой ситуации человек, он просто вынужден как-то повышать свою эффективность труда, производительность, чтобы показывать, что нужно на этом месте, он делает действительно полезное дело, приносит пользу. То есть это, естественно, поведение человека. И вторая ситуация, когда тот же самый человек на той же самой должности или выполняет ту же самую какие-то должностные обязанности, он будет знать, что его не уволят и вообще никаких прецензий к нему не будет, как бы он не работал. Он всегда будет заниматься, занимать эту должность, выполнять эту работу. То есть любой нормальный человек сразу перестанет проявлять такую активность. Ну, пришел, поработал, а может и не поработал, его все равно не уволят. То есть вот это положение монополиста, это нормальное поведение человека. То есть если вы создаете такие условия, то есть умоляете государство регулировать какую-то область, а регуляция это всегда создание, но если не монополии, то хотя бы олигополии, а люди, которые или предприниматели, которые там сознательно, преднамеренно или случайно оказались в таком положении члена олигополии или монополиста, это нормальное его поведение, ему возможность зарабатывать больше, получать больше прибыли, почему он должен отказываться. То есть не надо создавать просто умолять государство создавать такие условия для отдельных предпринимателей и тогда не будут они себя таким образом вести. Любого человека, который сейчас критикует монополию, какого-то монополиста, ДТЭК допустим, он критикует, назначить его руководителем ДТЭКа или владельцем, он будет вести точно себя так же, как нынешний владелец ДТЭКа или генеральный директор ДТЭКа. Не будет никакой логики мышления и поведения как описывает наука человеческой деятельности. Просто все зависит от того, в каких он условиях. Если у него способ заработать это только создать какой-то продукт, услугу, нужный людям и получить в обмен необходимые ресурсы, он ведет себя соответствующим образом. Если он находится в условиях, где он может просто бесплатно все брать, отнимать или силой и ничего не делать, он тоже будет вести себя соответствующим образом. Это нормально поведение человека, поэтому не с конкретными, я всегда говорю, не с конкретными, чиновниками, политиками или олигархами надо бороться, а нужно навести порядок в голове, чтобы понимать, кто создает такие условия, что появляются такие олигархи, политики, чиновники и нехорошие люди. Люди все хорошие, все одинаковые, ну в том смысле, что все одинаковые. Просто не создавайте отдельным людям специальные, специфические условия, в которых у них проще зарабатывать, не создавая что-то для людей, а отнимают. Многие предприниматели знают, что если они берут на работу родственников, которые считают, что у них привилегированное положение, потом ничего не делают, а это уже смерть фирмы уже не за горами. То есть многие книжки по менеджменту вам это напишут. Если проецировать это на более широкий, вы видите все то же самое. Но это действительно так, все люди в принципе действуют так, как действуют люди. Каждый стремится максимализировать свои прибыли и минимизировать убытки и соответственно затраты на получение этой прибыли. Это естественный процесс. Тут надо акцентировать, что по-другому не может просто быть в принципе, потому что если бы люди вели себя по-другому, то за месяц человечество бы все вымерло. То есть человечество вообще существует, потому что люди ведут себя таким образом. и это не исправить. А если постараться исправить, человечество исчезнет просто-напросто. Ну представьте, что вы каждый день делаете себе не так, как лучше для себя, а так, как хуже. Ну так вы до завтрашнего дня просто не доживете. Понятно, как можно сделать себе как можно хуже. Ну мы помним большой социальный эксперимент, который назывался Советский Союз, когда люди с горящими глазами пытались всех людей исправить и чем это все закончилось. Это закончилось тремя голодоморами, двумя войнами. ну в конце концов Советский Союз развалился. Но прошло до этого больше 70 лет мучений, страданий и постоянных каких-то катаклизмов, которые длились каждый день. Ну на сегодня мы на это будем заканчивать. Большое спасибо Михаилу. Мы не поговорили про пенсии, хотя мы начали упоминать пенсии, мы про них не поговорили. Наверное, в следующий раз мы поговорим про пенсию. Потому что тема большая, потому что первый вопрос всегда вот вы анархисты, а кто же будет бабушек кормить? Как же вы такие подлюки, не жалеете бабушек и инвалидов и детей в детских домах? Это то, о чем я говорил, что всегда возникает первое сразу это монополии и пенсии, да? О монополиях мы сегодня немного поговорили, в следующий раз значит поговорим о пенсиях. Поговорим о пенсиях и наверное в следующий раз еще поговорим про мифы, про налоги, потому что сколько раз мы не говорим, все равно находятся люди, которым приходится это все постоянно повторять. Ну ничего, будем повторять, а что делать? Тем более люди так устроены, что они не смотрят наши предыдущие видео, поэтому приходится повторять и выкладывать время по новое. Ну ничего, нам не сложно, мы поговорим и следующее. Ну мне точно не сложно, у меня работа такая, ну а вам там смотрите, я готов поговорить. Да, у вас работа, а мы тут это все делаем на волонтерских началах, ну и за счет того, что нам жертвуют наши зрители и наши спланы. Поэтому всем большое спасибо, кто смотрел, спасибо Михаилу, что уделили этот час времени, несмотря на трудности с интернетом, если во время трансляции просмотра там какие-то есть зависания, то уж извините, мобильная связь, все сидят на мобильной связи в районе, потому что в районе нет света, поэтому оно так и получается. Поэтому большое спасибо, не забывайте, кто не подписался, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, чтобы больше показывало, чтобы попадало в поиски в YouTube, алгоритмы YouTube таковыше, чем больше комментариев и лайков чаще нас показывают. Поэтому не ленитесь, делайте доброе дело, чтобы больше людей нас смотрело. Всем спасибо, утренний эфир экономический мы заканчиваем, а в 21.30 мы встречаемся с Ярославом Романчуком и поговорим тоже о полезных вещах экономических. Все, всем спасибо, еще раз спасибо, Михаил, до встречи, до встречи.